всем привет снова здравствуйте zebras 2019 и вот такой вопрос от подписчика как сделать вот такую вот штукенцию что я только не перепробовал и знак бесконечности крутил и сферу подставлял еще чуть-чуть вот подумаю как это сделать и в дальнейшем все это дело постараюсь разобрать досконально очень сложная штука кстати я вам скажу для zebras может еще есть какие-то варианты вот пытаюсь найти и все это дело именно сообразить как сделать есть тут еще такой вариант это сделать вот такую штуку именно переплет вот так все это дело выглядит давайте вот его теперь рассмотрим как сделать zebras вот это дело получается хорошо погнали рассматривать как вот эту штуку делать и вот теперь мы в zebras 2019 и погнали дальше разбираться так начнем стулов и вот именно возьмем куб и все вот по прошлым видео именно вот такой вариант на и простейший и такая фигура вроде не затейливая нормальная делаем мэйк поле мэш делаем геометри всему этому делаем дай на мэш сразу чтобы потом резать можно было смотрим сетку поле f вроде нормально и заходим в сайс все это дело уменьшаем и теперь все это дело по игреку вытягиваем вот так и опять уменьшаем и опять все это дело вытягиваем вот так и можно это все дело еще раз повторять повторять чтобы именно размер был нам подходящий вот тонкие нормальный так следом alt чуть-чуть давайте это дело вот так вот установим и передвинем чуть вбок здесь нам дальше поможет уже control и gizmo вот так вот он целом оттягиваем зажатым и вот это все дело перекручиваем вот так вот теперь с помощью гизма все это подставляем вот так вот и подтягиваем именно чтобы вот это все дело было симметрично одинаковые куски вот такая штука если отключить вот так все выглядит опять включаем и теперь все вот это именно нам размер вот этот нужен и опять погнали теперь control и дублируем перекручиваем вот так вот все дело это подставляем вот так ну и можно даже чуть-чуть еще вот так вот подкрутить вот где-то в таком духе и вот так вот все это дело передвинуть на именно на угол вот сюда и немножко приподнять вот так вот смотрим как состыковалась вот чуть вылезла и вот смотрим чтобы именно вот так она была по центру в бок не уходила и чуть-чуть все это дело можно припустить следом опять же контрол вытягиваем опять же все это дело подкручиваем не сильно и опять же ставим вплотную вот сюда вот на этот край вот на нижний так смотрим чтобы расстояние сетки слишком большое не было но принципе это не принципиально давайте разберем пока именно систему как это все делается и опять же control и опять же все это дело вот так вот вытягиваем и опять же все это дело вот так вот подставляем и смотрим периодически чтобы вот вы видите чтобы конец вот этот верхний именно стыковался чтобы он не был ниже там или как-то не уходил опять же ставим гидма если надо чуть-чуть есть возможность каждым разом поднимать его здесь свободно уже закрытое место есть вот это вот ну и погнали дальше так ну и в завершении упражнение вот так вот еще сделаем вот так вот раз и немножко это дело вытянем и опять же подгоним вот таким вот образом так теперь снимаем маску получилось вот такая вот решетка заготовка включаем флур вот так смотрим как все это дело установлено теперь что можно сделать перекрутить сделать опять же мов и сделать дубликат вот этой вот сетки вот теперь нужно ее перекрутить именно чтобы она стала в перехлёст вот так мы и крутим выравниваем вот так ну и теперь можно все это дело объединить смотрим с разных ракурсов вот так она попала это получается значит нужно вот так и она перекрутить вот таким вот образом и вот здесь вот все это дело зафиксировать опять же все это дело вот так вот выравниваем вот так вот выравниваем смотрим что да как можно назначить разные поле группы control w снимаем теперь все это выделение делается дайна мэш вот такая сеточка получается следом что а следом нужно вот это дело теперь обрезать control shift открываем trim curve вот эту обрезку вот вы видите как это все устанавливается вот это вот обрезка у нас нужно теперь все это перекрутить всю модель вот так вот и немножко подвинем смотрим что да как чтоб она ровная была и теперь вот начинаем резать можно даже ее сделать симметрично если вдруг она у вас асимметричное получилось то вы ее вот так вот устанавливаете где-то по центру и можете сделать modified apology именно мира and well и получится у вас уже другая сетка вот с перехлёстом вот здесь вот можно ее подгадать посмотреть подкорректировать ну давайте пока поработаем именно вот с такой заготовкой опять же вот так все это дело ставим и вот так вот выше поднимаем чтоб не зацепить вот эти именно края делаем вот такую вот обрезку там вот на картинке здесь вот еще не есть тут можно добавить уже цилиндр пустотелы и именно подогнать вот эту вот рамку это тоже не проблема ну и теперь что нужно сделать все это дело опять же мов перекручиваем вот так смотрим устанавливаем чтобы именно попасть на симметрию вот таким вот образом ну и попробуем сделаем мера получается у нас вот такая вот сетка заготовка и теперь можно сделать дубликат в саптулах делаем дубликат и дубликат можно опять же мов и перекрутить вот так вот или ну где то вот так вот можно перекрутить наоборот вот вот получается вы видите что уже другой рисунок уже более менее интересно становится чуть-чуть приподнять отрегулировать вот уже получается вот такая вот сетка и можно так дальше именно экспериментировать уводить сетку допустим одну сетку делать меньше геометри сайс и ее можно вот так вот уменьшать вот уже получается как на рисунке здесь можно еще дальнюю сетку вставить только она уже будет зеркалится по-другому вы там посмотрите оставляя этот момент именно для вашего развития вы здесь уже должны понять как это все отзеркалить и там очень просто вот такая маленькая загадка так делаем ctrl z допустим получается у нас вот такая сетка что можно сделать это дело мы можем в саптулах объединить делаем merge down предварительно можно еще полигруппу поставить разную ctrl w жмем merge merge down окей объединили теперь делаем append добавляем именно ну можно сферу на нее переключаемся теперь геометрии и вот так все это дело увеличиваем теперь все это дело посмотрим как стоит вот так вот уводим и немножко можно его вот так вот сплюснуть или оставить именно такое же это зависит от того какой нам будет нужен изгиб все это дело вот так выставляем чтобы вот эта моделька полностью перекрывалась именно сферой отключаем gizmo заходим в brush и находим кисть именно так где-то здесь она была сейчас сейчас мы поищем вот matchmaker вот это вот кисть мы открываем драм драм сайс можно сделать побольше и от середины именно от середины вот так ее можно сейчас ctrl z переключаюсь на первый саптул и от середины отключаем симметрию если она включена и вот так вот ее ведем оп и вот вы видите как закругляет мячмейкер отключаем сферу и вот так вот закругляет нашу модель вот это вот эту вот заготовку можно будет использовать теперь на кольцах на разных деталях вот сюда вот можно алмаз подставить там еще сетку как-то доработать ну в принципе вот видео рисунок и вот 3d модельку можно именно вот так обыграть так следом раз уж начали необычные вещи рассматривать берем допустим открываем сферу делаем ей make polymesh и в принципе сейчас что тут с сеткой делаем ctrl d ctrl d добавляем дивайдов ставим побольше заходим теперь трансформ находим активация симметрии по y x отключаем радиалы радиалов допустим пусть 8 остается как вот стандарт стоит ну и теперь можно немножко дровсайз уменьшить и поработать именно маской зажимаем ctrl и вот так вот толстые делать не надо вот так вот рисуем вот такие полосы так если допустим мы добавим сделаем вот этой сфере дай нам мэш так геометрии дай нам эс да смотрим что у нас опять же сеткой делаем дай нам эс и попробуем теперь опять же ctrl и вот так все это тело обыграть получается вот такие у нас полосы их маловато жмем ctrl z добавим теперь трансформ именно три радиалов 12 поставим и потоньше их ставим толстые не надо вот их теперь побольше уже прикольно здесь дальше уже можно обыграть именно в саптулах экстракт дубляж отключаем и жмем экстракт если толщина подходит все вот нормально жмем ацепт и переключаемся так вот эту сферу можно отключить снимаем маску ctrl левая кнопка мыши и вот теперь заходим в деформацию жмем polish все это дело можно даже релаксом немножко пройтись и вот теперь можно твистом вот так все это дело перекручиваем в принципе неплохая штука получается и вот если теперь сделать дубликат вот так и дубликат допустим немножко покрутить ну где то вот так то получается вот такая штука прикольная можно рисунок тут еще подогнать как-то переделать и вот если теперь все это делаем допустим объединить опять же merge merge down окей получается теперь взять включить move так симметрию отключаем x и можно сделать вот так допустим то у вас получается вот уже такой-никакой узор можно его подкорректировать там что-то где-то так ctrl z давайте попробуем вот так вот стянуть вот таким вот образом в принципе ничего так прикольная штука можно еще сферы будет предварительно покрутить посмотреть чтобы было все нормально так и вот если что-то вам еще нужно можно зайти в деформацию и вот инфлатеном сделать вот так вот потолще вот уже допустим может получиться какой-то знак или перстень какое-то переплетение в центр а вот сюда в центр можно вставить допустим алмаз а это вот будет как кайма или допустим как пуговицы ну тоже вариантов много так что фантазируйте так что еще можно сделать по абстрактному да сделать можно вот что заходим теперь в тулы открываем куб ну и давайте попробуем с кубом поработать делаем make polymesh заходим теперь в геометрии делаем дайна меш добавляем теперь дивайдов вот так ну и опять же трансформ активация симметрии можно по иксу сначала вот именно сколько тут восемь выходит ну давайте прибавим и получается control теперь заходим в трансформ по игреку вот по игреку будет веселее что-то вот так вот можно намалевать ну и еще можно даже поработать по z опять же по z и вот так вот тоненько от середины что-то плясануть это не обязательно но в принципе уже вот что-то симпатичное может получиться опять же этому всему можно сделать экстракт опять же заходим в саптулы вот так вот находим экстракт дубляж отключаем жмем экстракт получается вот опять же такая заготовка жмем ацепт сохранение идет и вот именно отключаем теперь куб снимаем control маску и заходим в деформацию и вот делаем опять же polish и можно сделать релакс вот так и всего побольше можно выглаживать посильнее и вот получается вот такая штука в принципе можно взять переднюю часть отключаем симметрию x вот так вот делаем всему этому теперь дай нам на всякий случай вот так вот ну и попробуем термоф вот допустим если вот так вот сплюс то получается вот такая штука а если зайти теперь в деформацию допустим и попробовать твистом поиграться то получается прямо еще прикольная штукенция вот такая незатейливость можно вытягивать вот вы видите что тоже имеет право на жизнь можно экспериментировать резать что хотите делать ну и опять же попробуем инфлаттена вот что-то если уменьшить чуть-чуть прибавить вот получается вот такая вот заготовка если попробовать по другим осям то получается вот вот прям неплохая штука которую можно еще допустим сплюснуть уже в другом направлении и опять же добавить инфлаттен вот так и немножко пройтись допустим по лишь вот такая в принципе абстракция как так не знаю какашка какая кишки можно сделать таким образом вот именно под танком допустим какие-нибудь вот кишки вот так вот или намотанные как-то ну в принципе тоже право фантазируйте просто тут возможности валом не всегда получается с первого раза так что объяснить бывает экспериментируешь и на третий раз что-то получается прям ничего так симпатичное и именно нужное так ну и что еще можно да опять же по абстракции пройдем давайте импорт так все бы это дело конечно обнулить чтоб не вылетело ну давайте не импорт а тулы также может с цилиндром вот с любым примитивом экспериментируйте может что-то и получится так открываем опять же куб ну и теперь заходим так заходим делаем make polymesh ставим поле f заходим теперь initialize и нажимаем вот так куб получается это вот такой куб и вот такие у него поле группы так все это дело выравниваем теперь в кисти моф the модели выделяем ребро вот это пробел делаем ставим delete ну и можно вот это все дело лишнее удалять чтобы она нам не мешала так смотрим все нормально ну и теперь for включаем по оси смотрим где мы находимся вот таким образом уменьшаем чуть-чуть это все дело теперь опять же на на ребро перейти назад на insert вот эту ну и все погнали работать можно вытягивать вот так вот вот так вот опять же когда будете вытягивать как хотите вытягивайте без разницы вот так вот можно вытягивать потом вот так вот главное чтобы вот эти квадраты более-менее были одинаковые и вы можете вот так вот все это дело дальше дальше продлевать вести как вам хочется вот так вот поднять допустим здесь вот так что-то в этом духе ну и продолжаете вот так вот все это дело экспериментировать потом следом можно вот это все дело вывести допустим вот сюда куда-нибудь вот так вот вот потом потом можно это все так флур пока отключу уже ориентир есть ну и следом можно вот ее перевернув допустим отвести вот так потом опять перевернув допустим так еще можно даже вытягивать вот так вот только ну чтоб более-менее квадрат напоминало чтобы потом что-то можно было состыковать так ctrl z многовато ctrl z прямоугольник вот так вот и вот так все это дело можете тут дальше вести как хотите любая ваша фантазия можете вот так дальше вытягивать вот так вытягивать ну просто чтобы именно получался квадрат и вот можно его тут вот замыкать как-то вот таким вот образом или делать допустим еще повыше вот так вот и вести вот именно в этом направлении вот таким вот образом и можно тут плести крутить как вам удобно а потом уже можно с этим делом работать чтобы получилась какая-то допустим трубопровод или еще что-нибудь это уже опять же или просто кубизм вот тоже неплохо так выглядит сделать если этому всему потом заремеш и потом все это дело подкорректировать где-то пролепить добавить какую-то тут голову узоры пройти с кистями узоры по бокам нарисовать где-то добавить какую-то допустим арматуру торчащую там армопояс какой-то вариант обвалом вот не знаю как вам это все преподать ну есть еще вот такой вот вариант ну и можно короче экспериментировать даже со статуями именно с моделями вот вы когда заходите так в лихтбокс вот project вот этот можете брать любую допустим модель и крутить ее вертеть что-то прорезать где-то лапы на лапы ну абстракция она есть абстракция можно в этом плане пофантазировать что-то сделать он рисуют художники мама не горюй ничего так можно и тут так все делать ну вот кратко маска где-то зе модельер вот такое что-то можно вытворять а вот именно в начале ролика то что я показал вот это подписчик попросил показать как вот сделать такую штуку ну единственный вариант даже не единственный они есть ну просто они очень нехорошие что ли долгие непонятные вот скорее всего так теперь вот заходите включайте вот это вот кольцо ring make polymesh и вот теперь можете зайти MO включить зайти вот в этот колесико шестеренку и найти твист ну и в принципе вы можете вот здесь вот ее вот так вот перекручивать вот таким вот образом и здесь какие-то ступенции абстрактные вот именно вот такие вот делать там еще куда-нибудь крутить вот вот так вот можно поставить вот уже прикольная штука если еще добавить допустим сетку и дырки какие-нибудь дополнительные детали поставить на постамент уже будет что-то интересное ну и опять же пользуйтесь вот этими transform tape здесь вот много вариантов тоже чтобы сделать абстрактные фигуры с любой вот именно вот вы можете тут добавлять полигоны делать разные фигуры с одной фигуры вот так все это дело прибавлять вот вам уже заготовка для моделирования допустим приклада автомата уже не надо заходить вы не целаясь а можно использовать уже вот эту вот штуку вот делать меньше полигонов допустим можно сделать зайти в другую штукенцию вот скайл есть ротация смут стендж твист и можно тут вот опять же вам получается как бур если добавить дивайдов то прям вот уже кисть каната может получиться ну словом нужно экспериментировать пробовать все всем пока до свидания